Если во время схваток у нас идёт напряжение только в матке, то есть это отдельное сокращение матки, то в потугах вы уже можете действовать со своей волей на мышцы. Вы можете набрать направо полную грудь в воздух, оказывать давление благодаря дыхательной диафрагме, благодаря работе боковых мышц живота, можете добавлять ещё давление мышцами. На самом деле есть несколько вариантов проведения потужного периода. Первое – это либо когда женщина тужится так, как она это чувствует. То есть мы говорим «свободная», «туженная». И второй вариант – это тогда, когда женщине рассказывают, как она должна тужиться, когда мы рекомендуем за время одной потуги, одной схватки с потугами трижды набрать воздух, я сейчас попытаюсь вам это изобразить. Что это сейчас было, если объяснять это словами? Это был глубокий вдох, задержка на вдохе с давлением вниз. Причём при этом, если кто занимается её, вы знаете, что нужно с верхним звонком. Кто не занимается её, просто многим девочкам наклоняют вот таким вот образом голову вниз, чтобы усилие, которое она прикладывает во время потуги, не шло в голову. Потому что если давление создаётся в брюшной полости, то либо давление может идти вверх, либо давление может идти вниз. Если давление идёт вверх, то при этом увеличивается кровенаполнение мозга, и это может быть даже опасно, особенно у девочек, у которых не очень хорошее зрение. Или какие-то проблемы с сосудами, из-за которых они не знали, у девочек, у которых повышенное давление. Поэтому для них категорически важно правильно тужиться вниз. Если мы скажем так, если девочка находится в вертикальном положении, то это состояние можно сравнить, грубо сравнить с состоянием во время запора. Только с тем отличием, что во время запора у нас основное давление идёт на анус, а во время потуги основное давление идёт на влагалище. Тоже есть упражнения, которые помогают разделить зоны промежности, где находится анус, где находится влагалище. И на своих занятиях тоже дают девочкам, девочки понимают уже к моменту родов, в какое направление лучше правильно тужиться. Если же речь идёт о горизонтальном положении, то, конечно, в горизонтальном положении, в положении лёда, уже очень-очень неудобно тужиться. С тем, что, ну как бы объясняется, что, в общем-то, в большом, в лежачем положении крайне неудобно. Вот это не физиологичное положение, и по украинским протоколам оно не привествуется. И все врачи заполняют после родов табличку, что роды не проводились в горизонтальном положении, что у женщины была возможность принимать свободное положение, которое выбирают женщины. Вот. То есть два варианта потуха. Либо женщина тужится то, как чувствует, либо женщина, если она неправильно тужится, помогает, руководит этими потугами. Вероятность порваться в том случае, если женщина тужится самостоятельно, намного меньше, чем если это управляемые потоки. Нежелательно активно тужиться, если роды проходят вертикально. Как раз вот разрывы наиболее, почему многие отходят от вертикальных, от родов в вертикальном положении, потому что если делать форсированные потуги, то вероятность порваться будет больше. Потому что наблюдать за такой женщиной намного труднее, чем если она находится на столе. Вот. Чтобы не порваться, во-первых, это зависит от того, какова ваша природная эластичность. Это зависит от того, насколько уменьшается вероятность разрыва в том случае, если вы делаете массаж промежности, масляный массаж промежности. И это доказано в клинических исследованиях. Следующий момент. Есть момент, когда головка прорезывается, и она как бы натягивается, промежность натягивается на головку. В этот момент очень важно слушать акушерку, которая подскажет вам, что в этот момент получилось, что вы очень сильно тужились перед этим, вы прикладывали большое усилие во время потуги. Но в этот момент, когда вам хочется продолжать с таким же усилием тужиться, вы не можете тужиться. Если вы с таким же усилием будете тужиться, вы можете порвать промежность свою. Поэтому очень внимательно нужно будет послушать свою акушерку, которая вам скажет «не тужься». И в тот момент, когда вам скажут, нет, тушься, очень важно эту команду выполнить. В этом вам может помочь дыхание, дыхание собачкой. И такое дыхание поверхностное очень. Таким образом вы сможете передышать потолок и сохранить свою промежность. Бывает такое, что ребёнок идёт с ручкой. Бывает, что настолько активная потолка, что женщина не может с ней справиться. В этом случае возможно в разрыве. Но через какое-то время вы об этом разрыве забудете. Но это мало-то малое, что может быть неприятным в родах. Далее узнаете, как бесплатно посмотреть этот вебинар целиком. И, конечно, ставьте лайки, если вам понравилось. Друзья, добра! Мы, две осознанные мамы, Светлана и Ольга, организаторы первого в Рунете социального проекта, который популяризирует естественные роды. Мы пишем авторские статьи, проводим международные онлайн-фестивали, а также активно организуем вебинары, где освещается именно природный немедицинский подход на тему благостного зачатия, естественных родов и осознанного родительства. Вы можете узнать больше о проекте «Чудо в сердце» и получить сразу бесплатный доступ к более чем 100 вебинарам, в которых более 120 экспертов-помощников из 26 стран вдохновляют и служат вам во имя «Чудо рождения в мире». Для этого нажимайте кнопку, которую вы видите на экране. Станислав Ежелец писал «Ребенок рождает родителей». Мы рождаем новые роды в мире. Приглашаем подписаться на наш канал и посмотреть следующее видео на эту тему. Вдохновение! Ольга, Светлана и проект «Чудо в сердце». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин